Здравствуйте, это Енисей. Новости с вами в студии Алина Штоколова. Мои коллеги и я готовы рассказать обо всех важных и интересных событиях к этой минуте. Сейчас коротко. Главные темы выпуска. Сильный туман накрыл Красноярск субботним утром. Самолеты были вынуждены уходить на запасной аэродром. В Железногорске на предприятии ИСС запустили новый испытательный комплекс для космических аппаратов. Сто мотоциклистов приехали на Красноярский мотокросс. Какую трассу приготовили им организаторы? В Железногорске открылся новый цех компании «Информационные спутниковые системы». Помещение в 30 тысяч квадратных метров построено по самым современным технологиям. На церемонии открытия и первой экскурсии побывали почетные гости, временно исполняющие обязанности губернатора края Александр Ус и директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. С подробностями Дина Володина. Сейчас проверим генеральский эффект. Ну что, раз, два, три. Новый монтажной испытательный корпус будет состоять из двух цехов. Первый открыли сегодня. Приглашённые на церемонию гости руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус прошлись по залам, осмотрели помещение и посетили расположенную в нём самую крупную за Уралом лабораторию. Мы находимся в специализированной эхопоглощающей комнате. Именно здесь тестируют все космические аппараты, которые производят на этом заводе. Помещение высотой 18 метров. Это почти шестиэтажный дом. Вся комната обита специализированным радиопоглощающим материалом, имитирующим космическую тишину, отсутствие каких-либо звуков и волн. После теста в этой лаборатории все спутники отправляются сразу на космодром. В целом, основная задача нового производственного оповещения — создать в одном корпусе замкнутый цикл изготовления и испытания космических аппаратов. Президентом России обозначена ещё одна цель. Это, по сути дела, переворот вообще в развитии ракетокосмической промышленности. Это две задачи. Первая — создание ракетоносителей сверхтяжёлого класса. То есть это будет мощнее, чем то, что есть сейчас, примерно в 3,5 раза. То есть мощнее даже протонов и тяжёлой ангары. А вторая задача — это создание спутниковой группировки «Сфера». Это 640 космических аппаратов. То есть сейчас у нас примерно полусотни, грубо говоря, да? А это 640. Речь идёт о создании в России высококлассных преимуществ в области связи и интернета. И как раз такое чистое и ультрасовременное производство, как в Железногорске, поможет этим глобальным планам осуществиться. Что касается этого объекта, он действительно является историческим шагом в развитии данного предприятия и впечатляет как своим размахом, так и качеством того, что здесь сделано. Как известно, сегодня две трети группировки спутников являются делом рук людей, которые здесь работают. А запуск вот именно этого корпуса резко увеличит все технологические возможности и позволит ставить перед предприятием самые амбициозные цели и, конечно, их достигать. Сегодня то событие, которое произошло, оно очень важно для одной из ведущих отраслей России. Это ракетно-космическая и очень важно для Красноярского края. И, конечно же, я уже приводил примеры о том, что сегодня рост производства 30% в прошлом году, 50% планируем в этом году, он начинает не вмещаться в существующие стены. И вот мы получаем свободу территории, но не ради территории, а ради тех технологий, которые можем предложить. Рабочие помещения второго цеха корпуса, которые уже тоже начали возводить, будут предназначены для проведения различных испытаний как собранного космического аппарата, так и отдельных его узлов и агрегатов. Строительство его планируют завершить к 2020 году. Дина Володина, Александр Ермошенко, Енисей, Новости. В субботу утром краевую столицу накрыл густой туман. Соцсети переполнены фотографиями города в белой пелине. Интернет-пользователи тут же начали шутить про ёжиков в тумане и декорации к фильмам ужасов. Синоптики объясняют такое природное явление большими перепадами между дневной и ночной температурами. Из-за плотной пелены в Красноярском аэропорту были задержаны несколько рейсов. Пилоты просто не могли совершить посадку, потому что видимость в районе 7 утра была не больше 250 метров. Оба рейса уже приземлились в аэропорту Красноярска в четырёхчасовом воздании. В крае началась вакцинация от гриппа. Всплеск заболеваемости эпидемиологи ждут после Нового года. Но прививаться рекомендуют именно сейчас, до начала холодов, чтобы успел выработаться иммунитет. По словам врачей, вакцина меняется ежегодно, так как вирус постоянно мутирует. И препарат этого года переносится достаточно хорошо. Только иногда после прививки человек может почувствовать недомогание, головную боль, также может подняться температура. Но пугаться такой реакцией организма не стоит. Привиться советуют всем. И в первую очередь тем, кто входит в группы риска. Иммунизации подлежат контингенты из группы риска. Это работники образовательных, медицинских учреждений, студенты вузов и средних профессиональных учреждений, лица, страдающие хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системы, легких, метаболическими нарушениями. Также лица старше 60 лет. Вакцинация бесплатная. Мы приглашаем всех ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Море адреналина и пыль столбом до небес. Это экстремальный спорт, покорный всем возрастам. В соревнованиях по мотокроссу, которые прошли в Красноярске, участвовали гонщики от 4 до 48 лет. Какие испытания пришлось преодолеть любителям моторов и скорости, расскажет Мария Антишева. Трасса у часовни не для слабаков. 1700 метров крутых виражей и трамплинов по скалистой почве со множеством острых камней. Но тех, кто занимается мотокроссом, трудно чем-то испугать. Каждый из них за свою карьеру падал десятки раз. Потом подымался и снова садился в седло. Это сильные духом люди. Это люди, которые любят мотоциклы, драйв экстрим. И это люди, для которых мотокросс – это жизнь. Я, честно говоря, брал интервью у нескольких спортсменов, и все они ответили. Я спрашиваю, что для вас мотокросс? Все ответили – жизнь. При этом у каждого спортсмена есть основная профессия, которой он занимается 5 дней в неделю. А тренировкам и заботе о железном коне отдаются все выходные – отпуска, иногда и вечера после работы. Заражаешься этим. Это как наркотик, получается, у всех, кто здесь катается. А как у вас это началось? С чего началось? Дядюшка мой привел меня в гараж к чемпионам, к Ивановым, братьям нашим, красноярским чемпионам. И вот так вот пошло-пошло. Если у меня будет сын, он будет однозначно мотокроссом заниматься. Гонщики перед стартом выглядят хладнокровными, как будто вообще не волнуются. А вот болельщики – другое дело. Особенно переживают мамы спортсменов. Сердце болит, когда соревнования и тренировки. Начал заниматься с 10 лет, ну и травмы были серьезные. Ну, гордость сына, что может такое быть. Ну и внук уже занимается тоже 6 лет, уже участвует в соревнованиях. Вообще, мотокросс – это один из самых преемственных видов спорта. Большинство приехало сюда целыми династиями. Самый младший участник соревнований Артем – гонщик в третьем поколении. Начал кататься в три годика. Интересно. Охота медали. Научиться чему-то. А как это началось? Почему ты стал гонками заниматься? Ну, папа купил и девушка моторшика у меня. Возрастных категорий в соревновании пять. Мальчишки-детсадовцы и младшие школьники бесстрашно гоняют по той же трассе, что и мастера. На их мотоциклах нет коробки передач и сцепления, только тормоз и газ. Но издалека их не отличишь от взрослых. На этой поляне двухколесная техника стоит рядом с микроавтобусами. Потому что участники приехали не только из Красноярска, но и из Зеленогорска, Бородино, Минусинска, Хакасии, Кемеровской и Томской областей. Всем участникам состязаний давалось 15 минут. Победителям в каждом заезде становился тот, кто успевал промчать за это время больше кругов. Мария Антюшева, Всеволод Никитин, Енисей, Новости. Хоккейный «Сокол» в преддверии Всемирных зимних студенческих игр стал базовым клубом сборной страны. Перед игрой с командой «Томбов» впервые было подписано четырехстороннее соглашение с участием руководителей Федерации хоккея России, Оргкомитетом универсиады, Краевым министерством спорта и руководством клуба «Сокол». Историческое событие произошло на новой домашней площадке в Платинном арене. Согласно этому документу, спортсмены будут играть за страну на студенческих играх от нашей красноярской команды. И, как говорят эксперты, это огромный толчок развития этого вида спорта на территории нашего региона. Речь идет и о детском, и о студенческом хоккее. После того, как стороны заключили соглашение, начался матч, который и открыл новый сезон. Примечательно, что уже на первых минутах хоккеисты «Сокола» забили гол у ворота соперника. Хоккей – это спорт номер один, но универсиада включает в себя много разных соревнований. Я надеюсь, что все пройдет очень успешно, потому что мы видим, что люди, которые работают, они и профессиональны, и при этом они эмоционально очень отдают себя этому делу. И в таком варианте, я думаю, что нас ждет успех. Сегодня это старт большой работы, официальной большой работы, которой мы зафиксировали рамочное соглашение. Но еще раз повторю, что для нас очень важно, чтобы за рамками этого соглашения мы нашли понимание вообще в целом по развитию хоккея в нашем городе. Невероятно, но факт. Под Красноярском начался сбор винограда. Житель Березовского района Сергей Будрис посадил на своем участке 50 сортов этой ягоды. Чтобы защитить лозу от дождя, заморозков или наоборот от палящего солнца, он построил специальные конструкции со шторами. Выращивает виноград мужчина не на продажу. Ему интереснее исследовать разные виды, изучать, как они приживаются на сибирской земле. Этим делом он занимается уже 15 лет. Самые скороспелые сорта можно снимать с кустов прямо сейчас, более поздний, ближе к концу сентября. Куст может дать 30 килограмм. Вот сорт Алешенькин с полутора килограммовыми кистями может дать 30 килограмм с куста. Посадите его один, дайте ему место. То есть 3 метра в одну сторону, 3 метра или 4 метра в другую сторону. На солнечном месте. И все. И через 3-4-5 лет он выйдет, повзрослеет и будет выдавать вам 30 килограмм винограда каждый год. И это все сообщения к этой минуте. А я напоминаю, завтра мы работаем для вас весь день в прямом эфире. Первый выпуск новостей смотрите в половину 11 утра. Дальше мы будем делиться с вами самой свежей информацией о ходе голосования с интервалом в 2 часа. А в 20.30 стартует итоговая программа. Почти 3 часа в режиме нон-стоп мы будем обсуждать промежуточные итоги выборов с политиками и экспертами. Не пропустите. А сообщать свои новости вы можете по телефону редакции 236-0136. Оставлять отклики на нашем сайте www.enisei.tv и в социальных сетях. В студии была Алина Штоколова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.